Николая и Елену Рерих можно назвать одними из основателей нового вида брака. Союзы мужчины и женщины как системы взаимного духовного обогащения. Такой брак стал популярен к началу прошлого века. Разночинная интеллигенция 19 столетия больше склонна была восхищаться союзами, в которых заботливая женщина жертвовала собой ради незаурядного мужчины. Выразец такого брака семья Федора Достоевского и Анны Сниткиной. К 20 веку женское движение, процветавшее в России, подняло на щит равенства представителей разных полов. И в семейной жизни тоже. Теперь культурные люди восторгались семьями, в которых партнеры обогащали друг друга духовно. Рерихи прошли необычайный путь. К ним можно относиться по-разному, но в одном им отказать трудно. Они умели гипнотически влиять на людей, заражая их своими идеями. Николай Константинович Рерих появился на свет в 1874 году в семье Нотариуса, происходившего из шведов. Родители будущего художника, философа и общественного деятеля были людьми высокоинтеллектуальными. Они вращались в элитарной среде. В числе друзей семьи были великий химик Менделеев и знаменитый историк Костомаров и другие известные в России люди. После окончания гимназии Рерих поступил одновременно в два высших учебных заведения на юридический факультет Петербургского университета по настоянию отца и в Академию художеств по велению души. На конец XIX века, начало XX стали временем испытаний для русской интеллигенции. Некоторым был близок декаданс, тоска, чувство безнадежности и мысли об упадке цивилизации и некоторым революционные идеи. Рерих с самого начала шел своим особым путем. Первым его увлечением стала Древняя Русь. На его ранних полотнах, терема, ладьи, русичи, в беленых, косоворотках и сарафанах. Он занимался раскопками в земле, Николай Константинович искал образ идеальной гармоничной страны. Елена Ивановна Шапошникова также принадлежала к сливкам дореволюционного общества. Она родилась в 1879 году. Ее отцом был академик архитектуры. Мать в девичестве носила фамилию Голенищева Кутузова. Вдобавок к аристократическому происхождению природа наградила Елену Ивановну поразительной красотой, грацией, умом, безупречным вкусом и, по слухам, даже экстрасенсорными способностями. В ранней молодости Шапошникова вращалась в высшем свете. На балах у нее не было отбоя от ухажеров. Ее нарядами и красотой восхищались, но прекрасная Елена как бы отсутствовала. Красавицу мало интересовала светская жизнь. Она мечтала о человеке, который станет ее другом и соратником в духовных поисках. С Николаем Рерихом она познакомилась в семье общих знакомых. Оба сразу почувствовали духовную близость. Каждый решил, что без другого ему жизни не будет. Вот что в первые годы писал Николай Константинович Елене Ивановне. «Ладушка, если ты свернешь в сторону, если ты обманешь меня, то на хорошей дороге мне места не будет. Тебя я люблю только как человека, как личность. И если я почувствую, что такая любовь невозможна, то не знаю, где та граница скверного, до которого дойду я». Они обвенчались в 1901 году. Так начался их общий путь совместного творчества и взаимного духовного обогащения. Теперь их воспринимали только вместе. В 1902 году родился их сын Юрий, будущий востоковед и полиглот. В 1904 году появился на свет Святослав, который, как и отец, стал художником. Поначалу Елена Ивановна разделяла увлечение супруга Русью изначальной. В прошлом они пытались найти силы для гармоничной жизни в настоящем. Но постепенно интересы супругов стали смещаться в сторону востока. К концу 1910-х годов Чита Рерихов начала постепенно погружаться в изучение Индии. Притом первой интересоваться философией Востока начала Елена Ивановна. 1919 год стал поворотным для супругов. В Англии они познакомились с великим индийским поэтом Рабиндрандтом Тагаром. Постепенно Русь исконная стала уходить с полутен художника. Ее сменили восточные пейзажи, выполненные в столь же ярких красках. Если раньше Рерихи путешествовали по древним русским городам, то теперь их цель стала Индия. И миссии несения в мир восточной философии. Тут они значительно опередили свое время. Повальный интерес к разной восточной мудрости начался в 60-е годы прошлого века. И тогда в нестабильной первой половине 20-го столетия увлечение культурой и учениями страны, которая все еще находилась в поле британского колониального владычества, выглядело экзотично. К 20-м годам прошлого века Рерих стал всемирно известным художником. Семья жила за границей, выставки его картин с успехом проходили во многих западных странах. Но Николаю Константиновичу было явно мало признаний его художественного таланта. Он хотел создать новый мир, новую философию, новое мировоззрение, нечто вроде новой религии, которая привела бы человечество к гармонии. Главными элементами любви Николая и Елены Рерих стали их единомыслие, поддержка друг друга во всех начинаниях, огромная уверенность в правильности того, чем они увлекались. Они считали, все их увлечения нуждаются во всемирной трансляции. Главной идеей стало спасение культуры с помощью религии, искусства и науки. Да, Рерихи считали себя в силах примирить извечно противоборствующую науку и религию. В 1923 году мечты супругов сбылись. Они отправились в Индию. Экспедиция проходила под американским флагом и была снаряжена на деньги американских спонсоров. Путешествие продолжалось 5 лет. Его можно было еще назвать маршрутами Будды. Путями божества Рерихи прошли несколько тысяч километров. Елена Ивановна и дети безропотно сносили все тяготы пути. Результатом было открытие новой системы жизни, так называемой живой этики, основу которой Елена Рерих изложила так. Оно, учение, вмещает всю жизнь, все области ее, имеет в виду все усовершенствования, потому кроме постоянного нравственного совершенствования, каждый человек должен изучать и располагать хотя бы одним мастерством и ремеслом. Рерихи пришли от полного неприятия советской власти к культивированию Махатмы Ленина, которого очень почитали на Востоке, как защитника интересов бедных. Пропагандисты нового учения даже передали в СССР шкатулку с Гималайской землей в знак своего почтения, примирения народов и слияния буддизма с коммунизмом. Но этот акт остался практически без внимания. В 1920-е годы советской власти было не до метафизических учений и их пропагандистов, пусть даже самых безобидных. Последняя часть жизни супругов Рерих связана с основным, с основанным ими институтом Урусвати. В переводе с санскрита это слово означает «цвет утренней звезды» в индийской долине Кулу. Здесь они изучали археологические экспонаты и рукописи, собранные в экспедиции. Сюда приезжали ученые из разных стран. Мечта Рериха сбылась, к нему началось настоящее паломничество. В Индии большой популярностью пользовался Толстой. Николая Константиновича можно сравнить с великим русским писателем, в имении которого по Тулой когда-то так же стекались искатели истины со всего света. При этом Рерих всегда отводил себе роль ведомого при Елене Ивановне. У него даже есть картина ведущая. На ней изображена женщина, которая ведет мужчину через горы. Незадолго до кончины он написал своей жене. Сорок лет, немалый срок. В таком дальнем плавании могут быть извне встречены многие буря и грозы. Дружно проходили мы все всякие препоны. И препятствия обращались к возможности. Пребывая вдали от родины, супруги мечтали о возвращении. Им казалось, их учение лучше всего ляжет на российскую почву. Судя по всему, они имели весьма иллюзорное представление о происходящем в СССР. Войну Советского Союза против гитлеровской Германии они восприняли как противостояние сил добра, силам зла. Юрий и Святослав даже пожелали вступить в Красную Армию. Советская власть отмалчивалась в ответ на их просьбы. В 1947 году Николай Константинович Рерих умер. Елена Ивановна после смерти мужа не оставила попыток вернуться на родину. Рассказы о том, что творится в сталинской России, доверия у нее не вызывали. И на ее просьбу ответа также не последовало. Елена Ивановна скончалась, как и ее муж в Индии, в 1955 году. Последние ее труды были посвящены мессианской роли России, в которой она не была много лет. Статья подготовлена Марией Конниковой, публикуется в журнале «Загадки истории» номер 2, 2014 год. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Продолжение следует...